Минувшая неделя была чрезвычайно богата на события, причем события грандиозные для нашей республики, соответственно, приготовьтесь, что сегодняшний выпуск будет длинным, большим и насыщенным. Само собой понятно, что главным событием ушедшей недели был визит главы государства в республику Башкортостан. Я говорю о том, что 6 августа 2021 года, в день бомбардировки Хиросимы, Владимир Путин посетил Башкортостан. Любой визит любого главы государства, куда бы то ни было, всегда это сложное, замысловатое событие, которое готовится, осуществляется, в котором задействованы сотни людей. Собственно, не исключением был и вот этот визит Путина. В последние годы, конечно, перемещения Владимира Владимировича весьма скудны. Ездит он в основном по провинциям, как-то не принимают его иностранные государства, особенно потому вынужден он путешествовать внутри России. Особенно, конечно, в последние годы заметно, как театрализовывается и театрализовывается все это мероприятие, все эти действия. Не исключением был и этот визит в Башкирию. Странные события сопровождали этот приезд Путина. Ну, начнем с того, что все это, как обычно, было покрыто сумраком тайны, обросло всевозможными домыслами. На прошедшей неделе были фантазии о том, что Путин планирует взойти на горы Куштау и вместе с народом отпраздновать спасение святыни башкирского народа. Ну, в общем, конечно, все это не так. Ни на какое Куштау Путин взбираться не собирался. Прилетел он не 15-го, а 6-го августа. И перед самым его прилетом тут начался некий цирк с конями. И я говорю об этом странном прилете самолета спецавиаотряда, который вылетел из Москвы, долетел до Уфы, сделал 4 круга над аэропортом Уфа и благополучно улетел обратно. Для чего специальный самолет, обслуживающий Владимира Путина и его товарищей, сжег столько керосина, и что разведывал он в районе Уфимского аэропорта, так и осталось неизвестным. Но, собственно, давайте обо всем по порядку. После того, как в предыдущем выпуске я упомянул несуществующую Магнитогорскую область, знатоки и любители отечественной географии обрушились на меня с критикой. Всем фанатам отечественного устройства и карты Российской Федерации я приношу свои извинения. Действительно, в природе не существует никакой Магнитогорской области. Магнитогорск входит в Челябинскую область. И именно туда, собственно, направился Владимир Путин. Приземлившись в Обзелиловском районе, в аэропорту Магнитогорска, который по стечению географических обстоятельств находится на территории Башкортостана, Путина не встречал хабиров, что было показательно. Хотя, в общем-то, по протоколу положено встречал Путина губернатор Челябинской области. И они отправились в Магнитогорск, где провели совещание по вопросам лесных пожаров, вообще природных катаклизмов, наводнений и прочего. Совещание прошло в видеорежиме, что, собственно, можно было сделать и из бункера в Москве. Хабиров не принимал участия в этом совещании, не был допущен. И после того, как Путин разобрался с пожарами, наводнениями и прочими ужасными явлениями природы, он отбыл на более приятное мероприятие, а именно в Обзелиловский район республики Башкортостан, неподалеку от Магнитогорска, собственно, на торжественное открытие завода по производству белого цемента, компания «Лесслсбергер». Мероприятие, в общем-то, было достаточно стандартным. В зале высадили всю башкирскую элиту, включая господина Авзалова, орденоносного мэра города Сибая. Зачем он там был, было непонятно совершенно. Видимо, он был ярким представителем этой самой элиты. Собственно, все правительство на достаточном удалении от Владимира Путина было рассажено кружочком. Они все сидели, пристально слушали главу государства. Путин произнес достаточно толковую, внятную, недлинную речь на тему приветствия в адрес успешного открытия завода. Рассыпался в дифирамбах к Австрийской республике. Также Хабиров, нервно притопывая, стоял в сторонке вместе с президентом компании «Лесслсбергер» и каким-то парнем с микрофоном. Ну, в общем-то, все было достаточно пристойно, кратко. Единственное, что в какой-то момент, конечно, Хабиров потерял Путина. Путин резко ушел со сцены, закончив выступление. Хабиров показал, что президент покинул нас. Ну, в общем, это было не так. Потом послушали по видеосвязи даже федерального канцлера Австрийской республики, который тоже поздравил всех с открытием завода. В общем, все кричали «Ура!» и воздух чепчики бросали. Но самым интересным была вторая часть мероприятия по открытию этого завода. Второй частью, естественно, была встреча с рабочими. Ну, наверное, никто не сомневается в том, что все вояжи Путина сейчас в преддверии выборов в Государственную Думу будут связаны с некими предвыборными манипуляциями. Потому не встретиться с народом было бы неправильно, и Путин встретился с народом. Народ был представлен рабочими и сотрудниками завода, вот этого вновь открывшегося завода по производству белого цемента. Народу было немного, человек 10-15, все были одеты в новенькие спецовки. Рассажен таким же полукругом, но уже в более таком камерном помещении. Плюс к ним был добавлен ради Хабиров, которому спецовку разрешили не одевать. Был он в костюме. И вот это была такая встреча общения. Путин поговорил на разные темы, включая Олимпиаду, строительство нового аэропорта или не строительство аэропорта. В общем, вот эту транспортную проблему в Обзелиловском районе. Ну, в общем, вот обо всем поговорили. Про газификацию, про все. Рабочие заводы задавали вопросы Путину. Путин на них отвечал. Тут же попутно давал небольшие поручения радио Хабирову. Все бы хорошо. Ну, собственно, такая сценография достаточно добротная и давно проверенная временем. Если бы не состав вот этого мероприятия. Во время всевозможных поездок Владимира Путина по стране многократно уже упоминалось и подозревалось о том, что Путин возит с собой некую подсадную команду местных жителей. То есть это специальные офицеры ФСО или каких-то еще спецслужб, которые изображают местных жителей то рыбаков, то крестьян, то рабочих заводов и так далее. И уже много раз ловили на том, что одни и те же лица попадают в кадр, изображая разные-разные совершенно профессии. Причем эти подсадные утки разнополые и так далее, и так далее. И вот в этот раз все внимательно всматривались в немногочисленные лица этих рабочих завода, пытаясь понять, действительно ли эти рабочие рабочие и там сотрудники этого завода. Или это опять некая массовка, которую Владимир Владимирович привез с собой на самолете. Я отмечаю необычное то, что случилось в этот раз в Обзелиловском районе республики Башкортостан. Башкортостан. Путин не привез с собой массовку. Он не привез с собой вот этих вот актеров из числа сотрудников ФСО. И казалось, что посаженные перед ним люди, это действительно сотрудники нового замечательного австрийского завода. Однако не тут-то было. Судя по всему, опасаясь того, что настоящие рабочие спросят Владимира Путина о чем-нибудь не том, о чем нужно спросить, Ради Хабиров подсуетился и подменил сотрудников нового цементного завода сотрудниками администрации села Оскарова. Собственно, из трех женщин, которые задали вопросы на этой встрече, все трое были сотрудницами Оскаровской администрации. И вот они поименно. Розалия Булатова, ведущий специалист отдела капитального строительства. Азалия Ягудина, сотрудник по работе с молодыми семьями и многодетными семьями Оскаровской администрации. Гузельин Бердина, главный инженер отдела капитального строительства. Все эти три барышни изображали сотрудниц завода по производству белого цемента. Были обряжены вот в эти фирменные заводские спецовки. При этом являются сотрудницами Оскаровской администрации. Я не знаю, на что надеялся Хабиров. Каким образом он рассчитывал на то, что это останется незамеченным, особенно среди местных жителей. Мы всех этих прекрасных дам тут же опознали в лицо, потому что все-таки Оскарова это не Нью-Йорк и не Париж. Населенный пункт существенно меньшего размера и все друг друга знают в лицо. Мы, конечно, понимаем, что все мероприятия, связанные с Владимиром Путиным, находятся под жесточайшим контролем спецслужб. Муха не пролетит, не будучи сертифицированной. И уж тем более до таких вот близких контактов не будут допущены непроверенные люди. Потому я, конечно же, не сомневаюсь, что вот эта Оскаровская администрация с ее подсадными утками, это все было согласовано с администрацией и с охраной Владимира Путина. У меня только один вопрос. Сам Владимир Путин понимал, что он общается не с рабочими нового завода, а с подсадными тетеньками из администрации ближайшего села, которые изображают из себя работниц этого завода. Вот это мне интересно. То есть чисто по-человечески Владимир Путин понимает, что он попадает в какое-то театральное представление, которое ему организовал Ради Хабиров, исключительно из опасений того, что кто-нибудь что-нибудь не то ляпнет, и он будет выглядеть не так прекрасно и замечательно, как старается это делать. В общем и целом, конечно, отмечу, что Владимир Путин был вполне себе благодушен. Он благорасположен к событию. Как любой крупный политик, Владимир Путин умеет присваивать себе чужие победы. Собственно, открытие завода в Обзелиловском районе – это не исключение. Сам Владимир Путин, естественно, никакого отношения к этому мероприятию не имел. Однако в преддверии выборов человеку нужно доказывать, что если мы, наконец, снова и вновь выберем эту пресловутую партию «Единая Россия» себе во власть, то мы будем жить так же счастливо и прекрасно, как сейчас живем, и будем еще и улучшать эту жизнь. Соответственно, в это все нужно вплетать какие-то победы и достижения. Коих у Владимира Путина действительно немного, потому приходится собирать с миру по нитке. И вот открытие австрийского завода в Обзелиловском районе Республики Башкортостан вполне себе подходит для подобного мероприятия. То есть, ну, тут сошлись интересы ради Хабирова и Владимира Путина. Австрия близка им обоим по разным причинам, но тем не менее для Путина это одна из немногих европейских стран, которая хоть сколько-нибудь лояльно относится к российскому режиму. Для Хабирова это более личная, это страна, в которой живет его прежняя семья, его дети от первого брака. И многое действительно связывает Хабирова с Австрией. То есть, вот тут вот как бы они близки, и их интересы, их пристрастия объединились. В общем, и целом, все это мероприятие с Обзелиловским районом прошло на такой мажорной ноте. Хорошо для Хабирова и, в принципе, без каких-то особых срывов, если не принимать во внимание вот этот вот, в общем-то, откровенный обман Путина с рабочими или работницами цементного завода. В преддверии приезда Путина в Уфу на канале Андрея Караулова вышел ролик, полностью посвященный радио Хабирову. Не часто федеральные фигуры, подобные Караулову, обращают внимание на Башкирию и на главы Башкирии. Несмотря на то, что Андрей Караулов, конечно, не звезда первой величины в медиаполе Российской Федерации, но, тем не менее, он заметен. И этот ролик посмотрело свыше 50 тысяч человек, и в том числе, естественно, большинство из них это жители Башкортостана. Собственно, ролик был критический о том, почему слаб ради Хабиров, почему слабая его власть и его администрация. И в том числе в ролике шла речь о попытке купить два пылесоса для обслуживания Хабирова и его резиденции общей стоимостью 1 миллион рублей. Ну, это особенно яркая деталь в ролике Караулово. Собственно, и стало основным поводом для обсуждения. Многие заговорили о том, что Хабиров рискует получить прозвище ради пылесос Хабиров, что, собственно, перекликается со многими устремлениями главы республики Башкортостан. Но я отмечу другое. Несмотря на то, что действительно этот ролик так очень заметно прошелся по Башкирии, меня удивила реакция местных, значит, провластных фигур. Например, телеграм-канал Техас Хабирова, администрирование которого приписывают Шамилю Валееву, тут же отозвался каким-то совершенно бурной реакцией и почему-то приписал этот ролик Гаджимурату Амарову. Вот это особенно смешно. То есть Техас Хабирова предположил о том, что заказчиком этого ролика является Гаджимурат Амаров, кандидат в депутаты Государственной Думы от республики Башкортостан и извечный оппонент башкирской власти. Ну, я по стечению обстоятельств знаком и с Андреем Викторовичем Карауловым, и с Гаджимуратом Амаровым, и могу точно сказать, что это люди абсолютно несовместные. И, на мой взгляд, 0,0% вероятности того, что Гаджимурат Зайербекович являлся заказчиком вот этого ролика у Андрея Караулова. Есть, я думаю, другие силы, которые способны это сделать. Но примечательная реакция вот этих вот всяких Шамилей и прочих Техасов. Я так понимаю, что они нашли себе главного врага в политическом поле на ближайшее как минимум полтора месяца, и будут валить теперь на вот этого Амарова все, что только можно, включая все проделки Караулова. Это, конечно, выглядит очень жалко, очень недостоверно и, на самом деле, подчеркивает тот уровень способности к контрпропаганде, который есть в запасе у Радия Хабирова и его команды. Необычайно медленно и вяло по сравнению с предыдущими электоральными циклами Башкирия начинает вползать в выборы Государственной Думы, которые у нас случатся в сентябре. Учитывая то, что даже по данным провластного ФЦИОМа только 22% россиян намерены пойти на выборы, то есть пока на данный момент прогнозируемая явка 22%, учитывая это, видим, башкирские власти беспокоятся о том, что никто не придет голосовать и решили как-то встрепенуть и приподнять электоральную активность населения. Для этого по районам республики Башкортостан был запущен Радик Бурундук Юльякшин в миру Элвин Грей со своими концертами. Ничтоже сумняшися от имени Единой России, Радик Юльякшин распевает песни, агитирует за партию. Районы увешаны афишами, такое ощущение, что ковида вообще нигде нет. Мы вам демонстрируем фотографии с этих мероприятий. Прямо ЧОС идет по районной, изо дня в день. Элвин Грей отрабатывает 30 миллионов серебряников, которые подарил ему друг Хабиров. Напомню, что в случае успеха Хабиров еще обещал и утроить эти 30 миллионов рублей, которые он даровал этому Элвину Грею. То есть Элвин Грей обойдется республике в общей сумме примерно в 120 миллионов рублей. И вот этот самый Юльякшин Грей теперь агитирует по районам. Собственно, 30 июля Бурундук посетил Ольшеевский район, 31 июля Гафурийский район. И далее, как говорится, по списку. На фотографиях прекрасно видно, что никто не одевает масок, что люди стоят вплотную друг к другу. Это все абсолютное нарушение всех ковидных запретов и ограничений, которые, собственно, и выдает друг Элвина Грея ради Хабиров. Тут, конечно, абсолютный когнитивный диссонанс. С одной стороны, больше троих не собираться, а с другой стороны, толпы в каждом районе передают друг другу все возможные бактерии и вирусы. Это, конечно, опять-таки, как все эти фольклориады и всевозможные марши врачей и разные марши национальных костюмов. Все, что устраивалось в Башкирии, все это граничит с каким-то эпидемиологическим преступлением. В Москве, кстати говоря, завершилось вот это санитарное дело. Почему-то оно не начинается в Башкирии, и Роспотребнадзор, как минимум, должен сейчас обратить внимание на деятельность Элвина Грея, однако этого не случается. В общем, конечно, мы видим это бесстыдство башкирских властей, бесстыдство Единой России, которая вот таким вот образом пользуется административным ресурсом. На прошедшей неделе появились подробности и о деле наших арестованных министров. Я говорю о господине Кучербаеве и Беляеве. Суть по всему, как минимум, Кучербаеву не удастся отвертеться от реального уголовного преследования, потому что на прошедшей неделе всплыл еще один эпизод его бурной экономической деятельности. Я говорю о неком детском саде, работы по строительству которого были завышены на 3,2 миллиона рублей, что уже практически доказано следствием. То есть еще один уголовный эпизод вменяется господину Кучербаеву. Честно говоря, многовато уже даже для одного министра вот столько много уголовщины. Он какой-то рецидивист, что ли, я не пойму. То есть причем рецидив у него случился сразу одновременно. В связи с этим несколько вопросов, которые реально назрели уже у наблюдающих всю эту картину. Первое. Будут ли возвращены средства от всех вот этих вот злодеяний, которые совершили Беляев и Кучербаев? Второе. Постигнет ли реальное уголовное наказание господина Кучербаева и господина Беляева, который, безусловно, причастен к ряду событий, которые вменяются этой группе? И будут ли предприниматься дальнейшие действия со стороны администрации Хабирова, чтобы отмазать этих господ, значит, от реальной уголовной ответственности? Мы прекрасно понимаем, что будет очень трудно убедить и Беляева, и Кучербаева не попытаться облегчить свою участь, если, ну, им там будут давать, условно говоря, на полную катушку, потому что по этим статьям светит им там, ну, много лет, на самом деле. Это не два-три года условно. Если реально люди осуждают по этим статьям вот при таком ущербе, это реальные семь-восемь, а может быть и больше лет уголовного наказания настоящей тюрьмы. То есть вот тут, конечно, перспектива печальная. Будем наблюдать, вопросы у нас есть, так что не отпускаем эту тему своим вниманием, будем пристально следить за тем, что происходит вокруг этих двух героев. После того, как в минувший понедельник, 2 августа, господин Забелин, по сути, совершил явку с повинной и на совещании правительства признался в провале национального проекта здравоохранения в республике Башкортостан, с некоторым опозданием пришло это осознание к министру здравоохранения, и он решил попытаться исправить ситуацию, отправился на эфир «Эхо Москвы» и начал чего-то там лепетать. Собственно, лучше бы не ходил, если честно. Потому что опять Забелин наговорил себе, как говорится, на два пожизненных. Я выделю из его сумбурной, несвязанной речи на радио «Эхо Москвы» два основных момента. Причем процитирую его практически дословно. Первая цитата. Господин Забелин заявил нам, что летальных случаев после вакцинации в Российской Федерации ни одного. Конец цитаты. Ну, конечно, да, собственно, наверное, вся семья, умершая после вакцинации в Ярославле, умерла вовсе не от причин, связанных с этим, а, наверное, от стыда за Максима Васильевича Забелина. Ну, только так можно это объяснить. И многие другие случаи, зафиксированные Российской Федерацией, тоже, наверное, теперь будут не связаны с вакцинированием. Это первое, что я отметил в оправдательной речи Забелина. А второе, цитата, звучит примерно так. «Рекомендация вакцинировать пациентов перед плановыми операциями в республике – это стимулирование вакцинации». Конец цитаты. Вот в данном случае господин Забелин практически признается в том, что он, создавая препятствия при получении гражданами медицинской помощи, стимулирует вакцинацию. То есть, препятствуя определенным образом, усложняя доступ к медицинской помощи, он достигает своих поставленных перед ним целей. Вот, если бы у нас была настоящая прокуратура и настоящий следственный комитет, я думаю, что вот эту фразу они должны были бы сейчас внимательно подвергнуть разбору экспертизе и установить, содержится ли в этой фразе состав преступления, в котором, по сути, признается господин Забелин. Но что-то мне подсказывает, что этого не случится. Неумолимо приближается годовщина победы на Куштау. Я говорю о событиях по защите горы Куштау, которая случилась 14-15 августа 2020 года. И мы попробовали выяснить, как же сейчас относятся к этому жители Башкирии. Мы провели опрос в социальных сетях, в Фейсбуке и ВКонтакте и задали один простой вопрос. Кто, по-вашему, спас Куштау? Дали несколько вариантов ответов. Варианты были следующие. Хабиров, Путин, солдаты НАТО, народ Башкортостана. Ну, собственно, результат был предсказуем. Из тысячи, примерно тысячи опрошенных в социальных сетях, 86,3% сказали, что победителем и спасителем горы Куштау был народ Башкортостана. Ну, это абсолютно закономерно. 7,3% с иронией предположили, что гору Куштау спасли солдаты НАТО. Только 5 с небольшим процентов считают, что спасителем горы Куштау является Владимир Путин, а вот Хабирову достался постыдный 1%. Собственно, вот этот 1% ради Хабирова подводит жирную черту под всеми попытками, которые мы наблюдали целый год, попытками перехватить инициативу, чего мы только не видели. Мы видели и заявление «Единой России», что эта «Единая Россия» спасла гору Куштау. Мы видели попытки многих странных сил перевернуть ситуацию с ног на голову. В общем-то, ну, вот эти все кувырки, знаменитые кувырки башкирской власти. Собственно, радует то, что люди в массе своей понимают прекрасно, что случилось. Собственно, нужно закрепить вот это ощущение и понимание того, что нет невозможного и в крайнем случае можно отменить самые безумные решения властей, которые они принимают в угоду чьих-то интересов. Напомню, как Хабиров и вся его команда перед событиями на Куштау яростно утверждали, что вопрос решен, гора будет срыта, никаких вариантов ни у кого нет и бла-бла-бла. И вот вдруг вот так, да. То есть вот этот момент должен быть закреплен и должен остаться в сознании у людей, потому что это вселяет надежду на то, что возможны перемены, возможны перемены к лучшему и возможно отстоять хоть какие-нибудь свои права. На прошедшей неделе меня забавляли башкирские журналисты, в частности, вот в соцсетях Дарьи Кучеренко, журналиста издания «Коммерсант», появился некий анализ состава грантополучателей главы Республики Башкортостан. Напомню, что были распределены гранты главы, гранты, значит, некоммерческим организациям. Собственно, распределяла эти гранты некая Люция Юлуева, в прошлом возглавлявшая молодую гвардию. И вот это распределение вызвало у Даши Кучеренко некое возмущение. В частности, она обнаружила, что гранты главы Республики Башкортостан достались в том числе и супруги главы Республики Башкортостан. Корене Хабирова и ее фонд «Женское счастье» получают 2,5 миллиона рублей. И эти 2,5 миллиона рублей позволят Корене и далее успешно объяснять женщинам, как правильно повязать платок и как быть счастливой, не отходя далеко от кухни. Вот это, собственно, возмутило Дашу Кучеренко. А также журналист-коммерсанты в своих соцсетях неудумевало по поводу выделения 900 тысяч рублей некой организации «Совет мужчин» для проведения конных покатушек. Собственно, идея этих мужчин была в том, что нужно сесть на лошадей и прокатиться на них, дабы укрепить мужскую солидарность и единство отцов и сыновей. Ну, оставим на совести Даши суть вот этих вот возмущений, однако отметим, что появляется некое раздвоение личности у башкирских журналистов, когда днем они беззаветно служат в изданиях типа коммерсанта, насквозь пропавших всевозможными стрижневыми и вообще Белым домом, а по вечерам строчат гневные постики в соцсетях о том, как все несправедливо устроено. Жаль, что вот этот анализ грантов главы Республики Башкортостан не появится на страницах все того же коммерсанта и останется в аналах социальных сетей Даши Кучеренко. Завтра в 10 часов вечера на канале у нас запланирован 38-й стрим. Мы обещаем, что предпримем все технические уловки и ухищрения для того, чтобы больше не случилось вот этих вот обрывов связи. Надеюсь, что никакому Жукову-Подушкину больше не удастся нам помешать в проведении этих стримов, так что пишите свои вопросы в комментариях вот под сегодняшним вот этим видео. Это самый кратчайший путь для того, чтобы до нас достучаться. В принципе, можете писать любыми другими способами. Подключайтесь завтра к стриму, пообсуждаем все, что было вот на прошедшей неделе ранее, то, что будет у нас дальше. Поговорим о выборах, поговорим о пожарах, поговорим обо всем, о том, о чем вам интересно. Так что подключайтесь. Завтра 38-й стрим открытой политики.